На Украине будет только хуже и хуже. Это нужно им на Западе. Вы не виноваты здесь. Судьба Зелинского, вы ничего не говорите. Год максимум, полтора-два. И уберут. Он нужен вот на время. То, что он поехал в Брюссель и поговорит про Крым, деньги получить. Что мы будем бороться, освобождать Крым, Донбасс. Главное платите. Платите, ибо казна пуста. Украинцы будут думать, что воюя с Россией, они борются за свою независимость. Что в итоге получат свободу. Но на самом деле попадут в полную зависимость от нас, от них, от американцев. То, что же будет и с русскими. Все будут делаться, все будет делаться под предлогом обретения суверенитета, борьбы за свои интересы, национальные идеалы. Однако мы не позволим ни одной из сторон самоопределения на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне славянские дураки будут ослаблять себя и укреплять. Они все под прицелом уже, все до единого и все будут уничтожены. Пускай пишут письма, прощальные своим родственникам, чтобы хоть по-христиански попрощаться перед этой гибельной провокацией. Если они предложат компромисс, что часть Северной Украины оставить под руководством нового мариониточного правительства Украины, то там, возможно, это будет действительно база, база для натовских войск, база для натовских прав. Владимир Жириновский, известный российский политик, не раз делал громкие заявления и предсказания о будущем политическом ландшафте не только России, но и соседних стран. Одно из таких его предсказаний касалось будущего Украины после президента Владимира Зеленского. В свете текущего конфликта между Украиной и Россией тема преемника Зеленского приобретает особое значение. Друзья, я хочу вам выразить огромную благодарность за донаты. Спасибо вам огромное. А также я хочу вам напомнить, что у нас есть телеграм-канал. И именно туда я публикую все то, что нельзя публиковать на ютюбе. А также для вашего удобства я дублирую ролики в Дзен и ВКонтакте. Жириновский всегда отличался своей эпатажностью и неоднозначными политическими заявлениями. Что касается Украины, его прогнозы часто касались изменений в руководстве страны в контексте продолжающегося конфликта с Россией. Жириновский предполагал усиление пророссийских настроений в Украине, либо смену власти на фигуры, которые могут более тесно сотрудничать с Россией. Согласно предсказаниям Жириновского после Зеленского, украинская политика может перевернуться в сторону умеренных сил, которые будут искать компромисс в конфликте с Россией и стремиться к экономической стабилизации через восстановление торговых связей на Востоке. Тем не менее, он также отмечал вероятность более радикального сценария, где на арену может выйти кандидат с более жесткой антироссийской повесткой, что увеличит существующую напряженность. После избрания Владимира Зеленского, страна столкнулась с множеством вызовов, начиная от внутренней политической нестабильности до внешних угроз. На фоне продолжающегося конфликта с Россией, ключевыми стали темы безопасности, территориальной целостности и экономического развития. Будущий лидер Украины неизбежно столкнется с вопросами войны и мира. Прекращение огня или продолжение активных боевых действий – это дилемма, которая будет определять внешнюю политику страны на ближайшие годы. Возникает вопрос, сможет ли следующий президент предложить решение, которое удовлетворит как международных партнеров Украины, так и внутренние ожидания граждан. Возможные кандидаты. Пока рано говорить о конкретных кандидатах на пост президента Украины после Зеленского, однако можно выделить несколько потенциальных направлений развития событий. Продолжение реформаторского курса. Возможен приход нового лидера из команды Зеленского или кого-то схожего по идеологии, который будет стремиться продолжать начатые реформы во имя развития демократических институтов. Возвращение к старым традициям. Новым президентом может стать представитель более традиционных политических сил, способный вернуть внимание к вопросам национальной идентичности и более независимой внешней политике. Учитывая нестабильность региона и разнообразие политических течений в Украине, нельзя исключать возможности появления совершенно нового лидера из числа нынешних или бывших бизнесменов, либо представителей гражданских организаций. Конфликт между Украиной и Россией будет оставаться ключевым вопросом для следующего президента Украины. Возможно ли мирное разрешение конфликта? Будет ли новая администрация стараться наладить диалог или усилит обороноспособность страны? Эти вопросы остаются открытыми. С другой стороны, Россия также заинтересована в стабилизации отношений с Украиной с учетом экономических интересов и международного давления. В этом смысле предсказания Жириновского могут оказаться не такими далекими от действительности. Более прагматичные отношения между двумя сторонами возможны при условии смены подходов обоих сторон к ведению диалога. Пока будущее кажется неопределенным как для Украины, так и для России, однако ясно одно – изменение власти в Украине может стать катализатором новых процессов в регионе. Как бы ни развивались события дальше, будь то дуальная игра политических интересов или попытка прийти к стабильному компромиссу, роль личности следующего президента будет критически важной для определения курса страны на ближайшее десятилетие. С развитием событий мы увидим, насколько справедливыми окажутся предсказания Жириновского, а также станут ли их реализация поворотной точкой в развитии Украина-российских отношений или лишь очередным эпизодом сложной истории взаимодействий двух стран. На фоне глобальных изменений важно помнить о человеческом факторе, простых людях по обоим сторонам границы, чья жизнь напрямую зависит от решений политиков высокого ранга. Будущее всегда остается за теми, кто способен обратить внимание на этот фактор при принятии стратегических решений. Судьба Зелинского, вы ничего не говорите. Год, максимум полтора-два, и уберут. Он нужен вот на время. То, что он поехал в Брюссель и поговорить про Крым, деньги получить. Что мы будем бороться, освобождать Крым, Донбасс. Главное платите, платите, ибо казна пуста. Я вынужден. Вы меня извините, но мы с вами живем... Почему так американцы нагло себя ведут? Советник Теодора Рузвельта, Теодора, Первая мировая война, полковник Хаус. Там было 17 пунктов у Рузвельта. Один из пунктов разрушения Российской империи. Выполнили? Выполнили. Значит, Гарвардский проект, разрушение СССР. Выполнили? Выполнили. Сейчас идет Хьюстонский проект разрушить Россию. Вот для этого нужна Украина. Я не могу это по-русски говорить, я вам перевод быстро зачитаю. Как они говорят? Украинцы будут думать, что воюя с Россией, они борются за свою независимость. Что в итоге получат свободу. Но на самом деле попадут в полную зависимость от нас, от них, от американцев. То же будет и с русскими. Все будут делаться, все будет делаться под предлогом обретения суверенитета, борьбы за свои интересы, национальные идеалы. Однако мы не позволим ни одной из сторон самоопределения на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне славянские дураки будут ослаблять себя и укреплять нас, их, американцев. Все же выполняется слава. Владимир Владимирович, причем уважение звучит подшивкой. Нет, нет, это все точно. Но в официальном документе, чтобы был использован термин «дураки» вряд ли. Так это закрытые документы. Я вам что, буду открытые давать? Отвытые вы сами прочтете. Дальше. Все больше и больше в европейских средствах... Вы меня сбили с панталы. Я могу. Мы хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию. Дело ее сильнее. Интернациональные лозунги устарели и не приносят плодов. Мы отказались от этой национализмы. Мы заменим их на общечеловеческие ценности, что то же самое. Мы не допустим ни национализма, ни развития национальных движений, которые хотели бы освободиться от нашего диктата. То есть люди впрямо говорят, что мы с вами все дураки, слава. И Порошенко, и Зеленский у нас хватает. Поэтому не надо злиться. Последнее. Сразу после рекламы не последнее, а крайнее. Еще, еще крайнее. Вы еще скажете, рекламу много прочитаете. Вы известный чтец. Реклама. Вот последнее, то, что они говорят. То есть насчет того, что может быть фальшивка, я всех адресую. В двух томах, в записке полковника Хауза, Сталин дал указание издать. В 45-м году. В библиотеку пойдите и перевод с английского все написано. Да я бы лучше на английском посмотрел. Все больше и больше в европейских средствах массовой информации публикуются правдивые материалы. Именно Европа в ужасе от того, что происходит на Украине. И от того, что творят сегодняшние власти Украины над собственным народом. В украинских СМИ никто не пишет, что в Европе анализируют ситуацию с Крымом. Недавно вышла статья там про Украину, хочется выяснить и так далее. То есть это все происходит, понимаете? Есть план, нет плана. Разрушили Российскую империю, Советский Союз. А сейчас что сделают с Украиной? Да что? Просто так вдруг проснулись и полыхает Донбасс. Все это все плановое. Все идет. А что Зеленский поехал в Брюссель? Деньги, деньги нужны. Ибо там не только 1%, ничего нет. Пустая казна. Вы еще не испытали приостановку поставки наших нефтепродуктов и нефти? Зеленский не понимает. Зеленский последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины. Поэтому спровоцировать конфликт на территории Украины. Большой, крупный. Вот эти вот обстрелы, это издевательство. Погибли десятки тысяч мирных жителей Донбасса, но ничего не дает им. Санкции ничего не дает. Поэтому им нужен именно вооруженный конфликт. Потом откормленные, подготовленные боевики в различных добробатах и в своих вооруженных силах Украины готовы и рвутся в бой. Накачивать наркотиками, алкоголь и пограбить надо, мародерство. Поэтому им хочется заработать. Все везде корыстные побуждения, заработать. Но они все погибнут. Но они думают об этом, как вор. Он идет на воровство, думая, что никто не заметит. Так и боевики. Им кажется, что они совершат вооруженные провокации против Донбасса. Никто это не заметит. Они все под прицелом уже. Все до единого. И все будут уничтожены. Пускай пишут письма, прощальные своим родственникам, чтобы хоть по-христиански попрощаться перед этой гибельной провокацией. Если они предложат компромисс, что часть Северной Украины оставить под, так сказать, руководством нового мариониточного правительства Украины, то там, возможно, это будет действительно база. База для натовских войск. База для натовских провокаций. Как и Сирия. О чем с ним говорить? Незаконная власть. На каком основании Януковича выгнали и хотели убить? И после этого вы выборы проводите? Вы все экстремисты, все судить будете. Киевский военный трибунал. Вот там будете встречаться с нашими прокурорами, когда Киев будет освобожден. А как вы отнеслись к новости о покушении на президента Беларуси? Запад всегда убивал всех неугодных президентов. На Мадуро было покушение, на Фиделя Каста было покушение. Сценарий другой. Ой, летом 25-го года, 26-го, 27-го. Значит, Украина начинает наступление на Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь и, в любом случае, в центр Украины. Немцы, немцы вступаются за Украину. Тогда русская армия идет на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты, немцы. Таким образом, начинается локальная война. Без применения ядерного оружия. Но немцы потребуют часть Украины. Вот Галиция, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк и так далее. Мы подадим согласие. Северо-западная часть Украины будет превращена в новое государство Галиция, как протекторат Германии. Прямых столкновений не будет. Но немцы объявят, что они берут под защиту украинскую армию. А мы скажем, что мы берем под защиту ополчение. Ополчение будет более мощное, чем эта украинская армия. И прямого боевого столкновения может не быть. Ибо немцам дорога их жизнь. Они еще помнят 1945 год. Но конфликт может перерасти в международный. Поскольку это будет уже не киевский режим, не донецкий режим. А не все НАТО. Но часть НАТОвских стран могут привести свои войска в боевую готовность. И прийти в боевое столкновение с ополченцами. Которые обратятся за помощью к России. И Россия будет обязана их защитить. Ибо в Донецке живет уже почти миллион граждан Российской Федерации. Мы встанем на защиту граждан России. Которых обязаны защищать по нашей Конституции. Но они испугаются. Война будет скоротечной. Украина будет разделена. И северо-западная будет прощена в новое государство Галиция. А весь Юго-Восток отдельными областями будет принять состав России. И надо положительно оценить ситуацию в мире. В целом. Почему? Потому что Америка отступает. Все это видят. Ее войска уходят со всех регионов. Европа дряхлеет. Мы видим положение с мигрантами там. И внутренние склоки. Китай боится, что ему придется еще выше подняться. И вызвать к себе определенную ревность. А может быть какие-то и такие вещи негативные. Исламский мир испытал все силовые действия. Афганистан в крови 30 лет. И Ирак, и Сирия, и Ливия, и даже Тегеран пострадал. Восточная Европа боится. А если Запад от нее отвернется? А Америка тоже не будет особенно проявлять никаких дружеских чувств. Что у нее остается? Может быть поэтому немножко взбесился президент Украины Зеленский. И пропаганда. Почему я положительно оцениваю? Видимо силовой вариант все-таки это двинут во второй эшелон. На первом месте пропаганда. А поскольку я был подготовлен именно как специалист. Военно-учетная специальность так и называлась. Спецпропаганда. 2036. Номер специальности по реестру. В мире я не встречал такого случая, чтобы человек со сцены, где он представлял определенный жанр, связанный с комедией, конференсье, шел бы в президенты. Человек сам себя никогда не готовил к этой роли. Но сделали ставку, что молодой. Вроде бы ни в чем не запятнанный. А как раскрутить сегодня? Только через культурную сферу. Вот все эти передачи. Его фильм этот создан был. Это уже у многих людей запечатлелось. Слуга народа. Вот он президент. Все это повторяются эти все слова. То есть люди свыклись. В смысле, что вот этот человек может быть президентом. Он промелькался. Имя известное. Потому что это вот новая технология. Владимир Александрович, Зеленский. Все. Свой рубаха парень. Вот он все видит, все знает. Уже наказывает. И большинство людей такого среднего уровня. Бедные, может быть. Из провинции. Этот образ примелькался. Им легче выбирать. Вот они и выбрали. 75%. Пожалуйста. Он шестой. Шестой. Вот на фоне тех пятерых президентов. Там номенклатура, чиновники, олигархи. Это вот молодой, свежий. Как бы из народа. Вот он с ними. Он пешком идет. Посмотрите. Или там, может быть, на велосипед сядет. И критикует их всех. И уже критиковал их всех. И уже их чуть ли не расстреливал всех. Там, кажется, чуть ли там не избивал. То есть он дал этот образ заранее. Я не исключаю, что это готовилось именно. Зеленский, он берет тем, что он не политик. Что он не был министром. Он никем не был. И он молодой. Наверное, самый молодой. С кандидатом. С 40-40. С небольшим. И его знают все. Слышали его такие хорошие шутки, прибаутки. Я вас уверяю. Петросян мог бы у нас победить или Жванецкий. Завтра смог бы победить. Не Грудинин, а пошел бы Петросян и Жванецкий. И получил бы большое количество голосов. Поэтому победит Зеленский. Но сам по себе он не победит. Потому что поможет Игорь Валерьевич. Коломойский, да. Вот. А, значит, Коломойский управляемый. Ему нужны только деньги. А мы ему вернем все деньги, которые вывезли в Европу, везде. Он будет самый богатый. Он будет украинский Рокфеллер. Ротшильд. И марионетка сидит в кабинете президента. И Москва. Никаких опасностей нет. Спокойненько. Пять лет будут управлять. И все. Может на второй срок пойдут. Десять лет. Но нужно отдать Юго-Восток России. И никаких больше рисков для войны. И оставшейся Украине газ бесплатно. И он понизит цены для всего населения. И все бабушки, и все бедные будут хлопать. Ой. Володя, Володя. Спасибо тебе. Газ бесплатно. Свет в два раза ниже. Хлеба полно. Лекарства есть. С Москвой мир. Все. Десять лет будет управлять. Коломойский. Потом Мессозеленского. А у них, по-моему, ограничений нет. Там уже несколько сроков. Все. Вот вариант. Они все знают, что Порошенко уходит. Наворую на Порошенко. Но Порошенко уходит? Конечно. То есть ваш прогноз на выборы ближайшие в Киеве? Он уйдет. В Киеве. Он уйдет. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский вы считаете? Это не играет роли сейчас. И откуда он? Он будет марионетка, кукла. Он займет кабинет, а Коломойский будет ему писать. Коломойский – это Березовский. Только Березовский проиграл. Не имел опыта. Слабак оказался. А Коломойский – это зубр. Все. И он обозлен, что Порошенко его выкинул. Поэтому Саакашвили и Коломойский, они будут добивать всех людей Порошенко. А Аваков поможет. Он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. А Коломойский с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. И ему нужно вернуть деньги. А это деньги в наших руках, Приватбанк. И мы скажем, давай договариваться. Ему нужны деньги, мы поможем. Но нам нужно оставить за собой Донбасс, Луганск, ему еще добавить. Харьков нам. Юго-Восточный. Давай пополам Украину. И газ будет бесплатно вам идти. Бесплатно газ. Игорь, ты понимаешь, Игорь? Бесплатно. Единственная в мире страна будет от нормальной Украины. Вот западные регионы. Киев, Львов, Тернополе, Ивано-Франковск. И он согласится. А Зеленский, как его зовут? Никто не знает, как Зеленского зовут. Ну что ж вы. Будущий президент. Будущий президент соседей. Русский Александр. А мы скажем, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Да, Владимир. Володя. Сколько Володей? Ленин Володя, Путин Володя, Презеленский Володя, Жириновский Володя. Четырех Володей Европа не выдержит. Четыре Володя садят Европу и Украину и Россию. Редактор субтитров А.Семкин